Библиотека номер 7 поселка Маймаксанского лесного порта предлагает познакомиться с повестью Виталия Коржикова «Веселое мореплавание Солнышкина». 55 лет назад в издательстве «Детская литература» тиражом 100 тысяч экземпляров вышла повесть Виталия Коржикова «Веселое мореплавание Солнышкина», которая впоследствии стала тетралогией и называлась уже «Мореплавание Солнышкина». Повесть художественная, написана в житейско-сказочно-приключенческом комедийном стиле. Главный герой – подросток Солнышкин, тайком добирается из Сибири к морю с одним желанием – попасть на корабль юнгой. И пройдя некоторые захватывающие испытания с помощью добрых людей, оказывается, на теплоходе даешь. Виталий Коржиков работал над «Веселыми мореплаваниями Солнышкина» во Владивостоке. К лету 1963 года, когда у писателя появился замысел книги, он уже несколько лет, как старший матрос, ходил на теплоходах и грузовых судах. Побывал и в Арктике, и за рубежом. Рассказывая разные морские истории, Коржиков решил поделиться ими со всеми детьми, а главным героем сделал обычного подростка, полюбившего море, и назвал его именем младшего сына. Писатель сотрудничал с детскими журналами «Мурзилка», «Пионер», «Колобок». Из Арктики и Африки с Кубой из Индии присылал матрос Коржиков своему другу Мурзилке стихи и рассказы. Про кубинскую девочку Терезиту, которая отыскала в океане прекрасную раковину, о пограничном медвежонке Михаиле Матвеиче, о корабельном поваре Васе и о многих других добрых, отважных людях, с которыми ему приходилось встречаться. Повесть «Веселое мореплавание Солнышкина» наполнена юмором, полезными географическими сведениями и разнохарактерными персонажами. У главного героя повести, подростка Алексея Солнышкина, есть заветная мечта – отправиться в дальнее плавание. Поэтому он тайком пробирается из Сибири к морю, чтобы поступить в морскую школу в городе Океанске. Но из-за юного возраста его туда не приняли. Парнишка не унывал, ведь он надеялся, что его примут матросом на какой-нибудь корабль. Познакомившись с бывалым моряком Робинзоном, он становится матросом на пароходе «Даёшь». Но когда перед самым выходом судна из порта капитан моряков внезапно заболевает, ему на замену присылают капитана «Плавали знаем». Оказывается, он получил своё прозвище не за обширные знания морской навигации, а за то, что на любой заданный ему вопрос он отвечал «Плавали знаем». Солнышкин сразу понял, что его первое плавание будет неудачным. Однако плавание в конечном счёте получилось весёлым, захватывающим и полным неожиданных приключений. Предлагаем вам послушать отрывки из книги и надеемся, что взяв её в руки, вы с большим удовольствием отправитесь в путешествие вместе с главным героем. В один из июльских солнечных дней проводник седьмого вагона поезда «Москва-Океан» стал свидетелем удивительного события. Накануне вечером на станции Хабаровск в вагон вошли два молодцеватых моряка. Едва они встали на подножку, вагон прогнулся и крякнул от тяжести. Один из моряков внёс на спине большой серый мешок и осторожно опустил на пол возле своей полки. Пояс скрипнул и тронулся. За окнами заплясали сопки и начались разные таёжные штучки. С ёлку на ёлку прыгали звёзды, а следом за вагоном бежала лиса и присматривалась, не выбросит ли кто-то по ошибке из окна кусок колбасы. На соснах сидели совы и сигнализировали друг другу громадными глазами точка-тире, точка-тире. Вагон качался, как колыбель. Пассажиры уснули, на редкость быстро, и стали так храпеть, будто соревновались друг с другом. А при каждом вздохе моряков крыша вагона ходила ходуном, поднимаясь и опускаясь, как гармошка. — Здорово спят! — позавидовал проводник и тоже решил прикорнуть. Он сел у входной двери, положил седую голову на руки и стал глядеть вдоль коридора. Вот из одного купе выкатился и, словно заскучав от одиночества, укатился обратно полосатый мячик. Вот на верхней полке, чья-то левая нога почесала правую. Проводнику надоело на это смотреть и стало грустно. А уснуть он не мог от того, что страдал бессонницей. Он собирался уже встать и подмести пол, но вдруг ему почутилось, что серый мешок в конце коридора неожиданно повернулся сам по себе, словно бы на ногах. — Стоп! Кажется, я начинаю видеть сон! — подумал проводник. Мешок подпрыгнул раз, другой и поскакал ему навстречу. — Ну так и есть! — усмехнулся проводник. — Наконец-то я хоть немного вздремну. Мешок скакал ему навстречу. Вот он остановился и с опаской притих. — А ты не бойся! — весело сказал проводник. — Я сейчас сплю! Он хотел похлопать мешок сверху, но мешок отскочил. Тогда проводник поднял руку, как семафор. Мешок, шатаясь, вывалился из коридора. Потом из него вдруг выросла рука, протянулась к стакану и открыла крану бака с водой. — Все хотят пить, — сказал проводник. Но мешок промолчал, напился, поставил стакан на бак и поскакал обратно. — Вот сейчас он встанет на место, и я проснусь. Мешок свалился у своей полки, и проводник действительно встал. Он скосил один глаза окно на лысые сопки, зевнул и вдруг круто повернулся к двери. В коридоре из бачка бежала вода. Кто-то пил и оставил кран незакрытым. Рядом никого не было. Проводник вдруг вспомнил свой сон и с подозрением, взглянув на пол, направился по коридору вперед. У матросского купе он остановился. Мешок лежал у полки, свернувшись так, будто вместе со всеми спал крепким дорожным сном. — Странно, — подумал проводник, и хотел рассмотреть мешок поближе. Но в это время один из моряков так вздохнул, что проводника отбросило струей воздуха к стенке вагона. — Странно, — сказал он, потирая затылком. Но самое удивительное произошло все-таки днем. Поезд подходил к пригородам Океанска, и пассажиры бросились к окнам. Слева шелестели деревья, а справа сверкала голубая вода океанского залива. Повсюду в вагоне опустили стекла, и в коридор ворвался запах моря. Проводник подошел к морякам отдать билеты и сказал, что, братцы, прибыли на океан? На родной? На тихий? И вдруг он отскочил в сторону. Из-под его ног рванулся мешок, из которого появилась крепкая рыжая голова, и с отчаянным криком «Где океан?» повернулась к окну. Проводник оторопел и упал на сиденье, а из мешка выкатился коренастый крепыш в залатанной тельняшке. Он скачал на стол и высунул в окно голову, закричал. «Паруса! Впереди паруса!» Поезд проносился мимо веселых коричневых пляжей. На них, как сухари на противне, подрумянивались купальщики, а вдалеке, по синей воде, ловко бежали яхты и качали стройными парусами. А что случилось дальше, вы узнаете, прочитав эту книгу до конца. Приятного вам прочтения! Субтитры сделал DimaTorzok